Одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. В эти жаркие дни мы постоянно, конечно, прогнозы погоды звучат, как какие-то сводки с фронта, сколько градусов будет там сегодня. Немножечко вот на этой неделе стало как будто бы попрохладнее, даже ночью прошел дождь. И я понимаю, что многие люди, может быть, обрадовавшись тому, что чуть-чуть стала более прохладной погода, выезжают на природу, может быть, погулять, посидеть, пожарить шашлыки или что-нибудь на мангале. Но, тем не менее, предупреждают о том, что сухая и солнечная погода сохраняется, и пожароопасность в рижских лесах по-прежнему на критическом уровне. Желтое предупреждение выпущено. И мы хотели бы поговорить вот о том, что можно, что нельзя, какие опасности нас подстерегают в лесу с заместителем начальника Государственной пожарной и спасательной службы, с генералом Интерсом Зайтансом. Здравствуйте. Доброе утро, господин Зайтанс. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в общем-то, начнем с главного. Действительно, только вчера пришли сообщения о потушенных лесных пожарах в Инчукалнсе и Энгуре. То есть, разброс такой по всей стране, лесные пожары, не сказать бушуют, но возникают. И огромное спасибо пожарным за оперативное вмешательство, за самоотверженный труд, за то, что вовремя тушите. Но какие основные меры предосторожности, меры безопасности очень важно соблюдать в эту сухую жару, о которой, ну, в общем-то, можно просто элементарно забыть, не подумать. Но это, тем не менее, очень важно. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что Государственная служба леса с 26 апреля уже ввела на всей территории Латвии пожароопасный период. И в связи с этим статусом в наших правилах Кабинета министров по пожарной безопасности есть целый отдел, где сказано, что в лесу запрещается. И такие маленькие примеры, как нельзя в лесу вообще разводить открытый огонь, любого вида открытый огонь. Если это необходимо для выработки леса и утилизации, то это в отдельных случаях можно согласовать с местным подразделением Государственной службы леса. Самое главное, когда вы идете в лес, все-таки спички, наверное, оставить лучше дома и на это время как бы бросить курить, потому что зачастую это все-таки становится причиной пожара. То есть, находясь в лесу, пытаемся не использовать ничего, что может привести к открытому пламени, к открытому горению. Также в этот период нельзя в лесу проводить никакие-нибудь соревнования или обучения по стрельбе или взрывным работам. Это отдельно касается, наверное, все-таки больше специальной службы, у которых есть оружие или охотников. Но все-таки надо этому уделить внимание. И сама охота не запрещена, но на охоте надо использовать специальную, точнее оригинальную муницию, в которой не используются какие-нибудь прокладки или пыжи, так они, наверное, по-русски называются, из-за легко горючих материалов. То есть в патронах должно быть тоже все, насколько это возможно, пожаробезопасное. Также, в принципе, в этот период нельзя транспортными средствами съезжать с дорог, которые сделаны в лесу. То есть передвигаемся на транспортных средствах только по дорогам. Разрешается съезжать с дороги только в исключительных случаях, когда это необходимо для тушения пожара или каких-нибудь других аварийных работ. Также, если мы планируем все-таки ехать в лес, допустим, по ягоды, по грибы, то проверяем свое транспортное средство, чтобы все системы, которые есть в машине, в том числе глушитель, был бы в исправном состоянии. То есть от перегрева машины или выброса какой-нибудь искры и от вашего транспортного средства не мог возникнуть пожар. В принципе, это такие самые главные правила, которые надо соблюдать в этот пожароопасный период. Но так как вы сказали, вы очень уже хорошо так обозначили, что в принципе стоит очень долго жаркий период, и он несет свою сухость, довольно большую сухость. В принципе, все это связано, наверное, с глобальным потеплением, если так можно сказать. Я бы сказал, скорее всего, с переменами или изменами в самом климате. Он становится более такой экстремальный, что ли, так можно сказать. Более экстремальный климат, он не только температура, но и сухость. И самая пожароопасность именно в этой сухости. Зачастую эта пожароопасность уже возникает не только в самом лесу, но и на полянах при лесах, на каких-нибудь огородных участках или дома, которые находятся недалеко от леса. И, конечно, люди в этот момент хотят отдохнуть, хотят пожарить шашлыки, как вы сказали. И зачастую в этот момент забывается именно о опасности, которые несет с собой эта сухость. Поэтому даже если вы надумали где-то жарить шашлыки или разводить костры, костры можно разводить только в специально для этого организованных местах. Костер все дорогу должен быть под назором. И, конечно, у вас должны при себе быть средства и связи, чтобы все-таки в случае необходимости вы могли позвонить 112 и вызвать помощь себе. И средства пожаротушения. То же самое с шашлыками. То есть пользуемся оригинальными грилями. Гриль оставляем потом под надзором, по крайней мере пару часов. И ни в коем случае не высыпаем неостывшие угли на землю, особенно вблизи каких-нибудь кустов, большой травы и так далее. Потому что в такую сухость даже трава начинает сама гореть, если есть источник горения. Еще вот один момент, на который у нас обратил внимание Константин Рангс, ученый-журналист. Он говорил о том, что брошенные даже стеклянные бутылки могут в лесу сработать как линза и послужить причиной возгорания. То есть многие даже не отдают отчеты, что бросив бутылку, они не только захламляют лес, но и могут стать причиной пожара. Да, вы абсолютно правы. И, конечно, здесь больше хочется как бы достучаться до сознания наших людей, которые идут в лес, пользуются, если можно сказать, услугами леса или его ресурсами. Давайте ценить лес и не будем оставлять ни отходы там, и особенно если это отходы, как вы сказали, действительно стекло, оно проецирует солнечный свет и может концентрировать до того, что возникает пожар. То есть все эти такие, нельзя сказать мелочь, маленькие вещи, но из них может возникнуть большая беда. Поэтому относимся к лесу как к самому себе. Мы же себе не вешаем нигде там пустые бутылки или еще какие-нибудь отходы, или если мы покурили, мы же не оставляем у себя в кармане пычок, мы его все-таки тушим и куда-нибудь в специальное место ложим. Кстати, есть хорошие примеры, я видел даже людей, у которых есть специальные крепельницы, которые сами закрываются, то есть они сидят ходят и с собой все убирают, причем в пожаробезопасном виде. Да, я, кстати, тоже такое видел. Напоминаю, мы общаемся с заместителем начальника государственной пожарной и спасательной службы, генералом Интерсом Зиттенсом. И отправная точка – это пожароопасная ситуация в стране, участившиеся случаи пожаров. И, господин генерал, скажите, пожалуйста, сколько в среднем в год в Латвии лесных пожаров начинается, тушится? Да, наверное, с этой статистикой вам лучше поможет действительно государственная служба леса. Я могу сказать больше о том, сколько мы им помогаем, потому что действительно в такие жаркие года ресурс очень ограничен. И, наверное, надо сказать заодно большое спасибо действительно государственной службе леса, что они с таким маленьким ресурсом, со своей инфраструктурой справляются. В принципе, за последние года только пару раз, я помню, когда мы запрашивали международную помощь. В 2018 году мы делали, мы запрашивали и международную помощь, то есть не хватало своего ресурса в стране, который есть. Но в среднем где-то около 360 пожаров лесных в год наша служба тушит. Также вчера все-таки был один лесной пожар, и поэтому на сегодняшний день, в этом году мы уже принимали участие в 213 тушениях лесных пожаров. В прошлом году это было около 250-251 пожар на этот день был. Но здесь надо, наверное, отметить, что в связи с этой сухостью лесные пожары развиваются по-другому. То есть очень большая разница, когда лес горит понизу, если так можно сказать. То есть когда распространение огня не такое быстрое, и к нему можно подойти, ну, скажем так, на довольно близкую дистанцию и тушить. И другое дело, когда развивается верхний пожар, когда он идет уже поверху, по веткам. И, к сожалению, из такой сухости верхние пожары случаются больше, и, может быть, количество пожаров не увеличивается, даже может быть меньше. Но их площадь и тушение, площадь намного больше, и тушение более сложное, опасное, и просит намного больше ресурсов. Так как, допустим, в 2018 году было несколько лесных больших пожаров, это вот Адажи, Стыклы, Рамата. И, в принципе, там были направлены практически все ресурсы, которые у нас и у пожарной лесной службы в Латвии есть. Также участвовали другие подразделения и МВД, и армии для тушения. И, как я уже сказал, мы даже запросили международную помощь, чтобы ликвидировать эти пожары. А в этой связи, скажите, пожалуйста, можно ли самому, увидев возгорание в лесу, начинать тушение? Или лучше звонить 112? Очень хороший вопрос, да, спасибо. В любом случае, звонить 112 надо, потому что это, наверное, надо делать первое. Потому что, если вы не профессионал этого дела, вам тяжело оценить свои возможности, и вы можете переоценить свои способности. То есть и саму горишь, и лесу хуже. Да, да, да. И поэтому первое, звоним 112, а потом подручными средствами, конечно, если вы понимаете, как это делать, и уверены в себе, вы можете это делать. Потому что зачастую первый очаг, небольшой, можно потушить даже бутылкой минеральной воды, если правильно это сделать. Да, и тогда распространение будет, конечно, намного меньше. Но, по-любому, первое все-таки надо сообщить, чтобы помощь уже была в дороге, а потом уже эту шить. У меня сразу вопрос. А вот добровольные пожарные дружины или вообще вот как можно оказать помощь пожарным, если вдруг люди хотят в свободное от работы время поучаствовать? Да, это тоже вопрос, наверное, достоин целой отдельной рубрики. В принципе, у нас есть план, мы потихоньку-потихоньку движемся по нему, как бы, чтобы мобилизировать больше сил. И, конечно, хотелось бы, чтобы в душе каждый житель Латвии был бы пожарным, хотя бы в душе. И поэтому для этого, чтобы он был готов, самое главное в этом умение и навыки людей участвовать в тушении пожара. Потому что неподготовленный пожарный или неподготовленный спасатель – это еще большая беда. Он угрожает и себе, и окружающим. Поэтому здесь ключевое слово, то есть именно уровень подготовки. Над этим мы сейчас работаем. Конечно, есть очень хороших, много примеров, тот же самый Винчу Каунтс, Гробиня, Наукшены. Там есть команды, которые действительно занимаются. И есть люди, которые, может, окончили службу у нас или параллельно находятся и там, и на нашей службе. Они умеют это делать. Поэтому мы больше смотрим в сторону подготовки этих людей. Ну и тогда в будущем, конечно, вопрос финансирования. Потому что такой классической схемы, как просто добровольное общество, в принципе, в Европе уже не существует. Все равно кто-то компенсирует какие-то расходы. Все равно является какая-то компенсация. Главное сделать это правильно. И если мы говорим на сегодняшний день, на сегодняшний день просто, если какие-то люди хотят помочь, то, как в рамоте, допустим, это было, то всегда на месте есть штаб. В штабе есть начальник или заместитель начальника штаба по тылу, который организовывает все эти работы. И там же на месте сразу распределяется в зависимости от навыков людей, что они могут делать. Иногда хватает хотя бы привезти поесть. Это тоже очень много. Иногда хватает просто перевезти людей. То есть самое главное распределить людей как бы согласно их умениям и навыкам. В принципе, если люди хотят чем-то помочь, то действительно надо обращаться к руководителю с этих спасательных работ и не пытаться самим лезть в очаг, самим что-то делать на свою голову. Потому что в этот момент он угрожает не только себе, но и другим людям. Потому что может сложиться ситуация, когда будет необходимо его спасать, и людей надо будет оторвать от другого места, где нужны люди, чтобы тушить. Все-таки, если что-то... Чтобы спасти этого незадачливого помощника. У нас есть звонок, но буквально одна минута осталась с эфира. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. А у меня вопрос. Вот у нас в Каугури, между Каугури и Кемери очень много в лесу сухостоя. По обе стороны это все сытался. И насколько я помню, нам в детстве рассказывали, что вот росинка на травке, она тоже, как линза работает, она тоже может вызвать пожар. А вот это сухостоя, почему никто не убирает? Там и валежник валяется, и сухие деревья. И все это же тоже опасность, пожароопасность. Спасибо. Спасибо. Да, вопрос, наверное, хороший, но чуть-чуть как бы не к нашей службе. То есть надзор... К службе леса все-таки. Да, надзор лесов мы не ведем. Мы ведем надзор над соблюдением правил пожарной безопасности в зданиях и сооружениях. Про лес, скорее всего, это вопрос к самоуправлению. К самоуправлению и государственной службе леса. Хорошо, огромное спасибо. Спасибо большое. Время, к сожалению, вышло. Мы прощаемся с заместителем начальника государственной пожарной спасательной службы генералом Интерсом Зиттенсом. Огромное еще раз спасибо, что уделили нам время этим утром. Мы и так квалифицированно рассказали. О подробностях в письменном, в читаемом виде, конечно же, чуть позже появится на портале MixNews.lv. Мы с Олегом снова берем короткую паузу, после которой о нас ожидается новый гость в эфире, представитель Рижского центрального рынка, крупнейшего в Европе. Вчера на рынке состоялась интересная встреча, посвященная перспективам его развития. Вот об этих перспективах мы и поговорим через несколько минут.